Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Друзья, сегодня утром мне в поле, в фокус моего внимания попала очень интересная статья от всем известного инвестиционного банка Морген Стэнли касательно циклов развития экономика и их общей ситуации, именно спроса на защитные инструменты, на рисковые активы. Так вот, Морген Стэнли проводит параллели с тем, что происходит сейчас, сравнивая текущую ситуацию с тем, что было в 2020 году. Ранее, как вы помните, мы пытались с вами зайти, объясняя то, что происходит на рынке в моменте, с плоскости того, что ранее наблюдали, когда пандемия, в принципе, накрыла всю мировую экономику медным тазом. Это было фактически год назад. И тогда первое, что мы видели, это действительно нежелание трейдеров работать с рисковыми инструментами. Однако потом все-таки интерес к ним значительно вырос, потому что все трейдеры и инвесторы убедились в том, что центральные банки и правительства стран готовы бороться с последствиями ковида, заливая экономики деньгами. В принципе, такой сценарий может сработать и сейчас, поэтому Морген Стэнли в качестве своего главного, как бы, итога вот этой статьи обратили внимание трейдеров на то, что сейчас, возможно, самое подходящее время, чтобы пересмотреть свое отношение к рисковым инструментам. И, опять же, сделать акцент на то, что при восстановлении доверия к ним, при улучшении рыночных настроений, что вполне возможно, друзья, мы же все-таки с вами оптимисты, люди, которые считают, что стакан на половину пола, нежели пусто, верим в то, что пандемия отступит, и мировая экономика вернется к тем темпам роста, которые были до пандемии. Ну, я надеюсь, друзья, то, что вы в числе все-таки оптимистов, я уж точно. И, действительно, в этой плоскости и с такой позиции к риску нужно относиться более терпимо. Наверное, стоит дать ему хотя бы шанс проявить себя там на дистанции и еще раз задаться вопросом, ну, лично для себя, как для трейдеров, верите ли вы в восстановление таких инструментов, как австралиец, новозеландец, фунт, евро, американский фондовый рынок, европейский фондовый рынок, да и вообще фондовые рынки всех стран. Ну, это так, для самостоятельного, более глубокого изучения. Давайте вкратце пробежимся по нашим традиционным инструментам. Нефть, друзья, в длинных позициях, я с отметки 63.50 по бренду, очень вовремя, как бы, подвернулся локальный форс-мажорный фактор и обстоятельства. Это гигантский контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал. Нефть вчера тут же отреагировала на это ростом, потому что ситуация-то нетривиальная. Канал действительно полностью заблокирован. Колоссальная пробка, в которой уже скопилось больше 200 судов, 50 из них, кстати, перевозят нефть. Напоминаю, что Суэцкий канал это стратегически важный узел. Ежедневно через него проходили десятки танкеров, которые везли нефть с Ближнего Востока по направлению в США и Европу. И сейчас этот канал перекрыт. То есть, фактически, мы можем сказать, что сейчас реализовался риск глобального срыва поставок. Конечно же, если немного отмотать назад, мы не могли предположить, что таким вот образом сложится новостной фон. Но это, друзья, позитивный фактор. Мы верили, я, по крайней мере, в то, что котировки нефти восстановятся и считаю, что бренд достоин более высоких ценовых значений. Потому что я, как отметил в начале этого брифинга, верю в восстановление мировой экономики. Ну, пусть, может быть, и не такими темпами, как хотелось бы сверхоптимистам. Но все-таки я считаю, что компании по вакцинации работают. И, в конце концов, человечество сможет победить ковид. Данные по запасам, которые вышли вчера от администрации энергетической информации, плюс 1,9 миллиона. По идее, негативный фактор. Но, повторяю, друзья, статистика по штатам это еще резонанс от аномальных погодных условий в Техасе, из-за которых выведены из строя фактически были крупнейшие нефтеперабатывающие предприятия. Поэтому сейчас статистика не отражает действительности. До тех пор, пока НПЗ полностью не восстановит свое производство. Но это точно не раньше, опять же, следующего месяца. Мы не будем работать с чистыми данными, на которые стоит прямо полагаться. Говорить, точнее, делать по ним вывод о том, растет ли спрос или нет. То есть запасы я предлагаю сейчас опустить как статистику. Ну и, собственно, рынок нефть вчера на этот релиз практически никак не отреагировал. Впереди, друзья, заседание ОПЕК. 1 апреля, следующий четверг. По данным Reuters, где-то там просочилась информация, что страны ОПЕК не будут менять уровень нефтедобычи. Это хорошо. То есть сохранение прежнего показателя по сокращению производства и не наращивания добычи на 1,5 миллиона, как могло бы произойти, это позитивный фактор для котировок нефти. Потому что из-за новых локдаунов, которые сейчас последовали в Европе, конечно же, показатель спроса будет немного плавать. И это может привести к сокращению спроса примерно в диапазоне от 500 тысяч баррелей до миллиона в сутки. И, конечно же, сейчас нельзя допускать, чтобы на рынок поступало больше нефти. В целом, друзья, предлагаю сейчас, как и ранее, как и вчера, работать с фактом форс-мажора в Советском канале на ликвидацию последствий и на снятие судна с мели понадобится, я думаю, от 5 до 6 дней. То есть до конца этой недели точно канал будет закрыт. По идее, это хорошая локальная поддержка для котировок. Вот этим мы будем пользоваться. Американская валюта 92,50. Выступление Паула и Джан Келлен уже позади. Важно в качестве итогов. Паул признал то, что инфляция может вырасти из-за мер экономического стимулирования, но инфляция не представляет для него какой-то проблемы. Не опасайтесь, что она достигнет каких-то немыслимых уровней. Но если инфляция начнет расти угрожающими темпами, у американского регулятора есть инструменты, чтобы бороться с этим. Как только эта фраза прозвучала, доходности американских облигаций пошли вниз. То есть, когда мы готовились к выступлению Паула в Сенате, мы как раз заходили с позиции того, что Паул должен остановить крупнейшее за последние 10 лет это крупнейшую распродажу американского рынка долга, облигаций. И он, в принципе, справился с этой задачей. Поэтому сейчас то, что доллар еще не ослаб, может быть связано с тем, что в доллар идут трейдеры, которые считают этот инструмент защитным активом. Я бы не стал ставить на доллар как на защитный инструмент, хотя бы потому, что в рамках американской экономики по тем релизам, которые мы получаем, очень много тревожных сигналов, указывающих на то, что в Штатах ситуация в целом такая же удручающая, как во многих других развитых странах. Не забывайте, что ранее у нас были роничные продажи, промышленное производство, которое просело вчера, заказан товар длительного пользования минус 1,1%, то есть еще один сектор слабого потребительского спроса. Еще одно доказательство. Сегодня годовые данные по ВВП, заявки на пособие по безработице 15-30 по московскому времени. Традиционно я жду слабых макроэкономических отчетов. И все-таки, друзья, продолжаю верить в то, что слабая конъюнтура это очень серьезный триггер, очень серьезные причины и основания для того, чтобы власти США продолжали стимулировать экономику. А вот эти экономические стимулы, я их больше предпочитаю интерпретировать и работать с ними через спроса и покупки инструментов фондового рынка, прежде всего, индексов S&P, NASDAQ и Dow Jones. И так уж сложилось, что я прошел экономическую школу, в которой мне четко дали понять, что невозможна динамика, при которой растет и доллар, собственно, и фондовый рынок США. Поэтому здесь ставка на фонду. Евро против доллара, друзья. Я сегодня обратил внимание на очень интересные показатели индекса рыночных настроений. Такое редко бывает, когда перекос между трейдерами, которые покупают и продают, составляет 70 на 30. То есть сейчас 70% трейдеров делают ставку на рост главного валютного риска. Я понимаю, что прежде чем евро вырастет, я думаю, что вот это рыночное позиционирование, его нужно будет изменить и уравновесить в плане активности трейдеров. Поэтому сегодня я рискну, и вопреки общей позиции, даже новостной, вчера целая куча макроэкономических релизов по активности производственного сектора в ключевых регионах еврозоны и в целом еврозоны указывают на то, что евро в целом должна опираться на хорошую статистику и расти. Но сегодня я попробую короткую позицию с целями на отметке 1.17. Завтра посмотрим, как в итоге отработают себя показатели индекса рыночных настроений. Фунт против доллара 1.37.01. Здесь пока что без сделок. В целом риск сейчас очень сильно коррелирует с динамикой доллара. По доллару мою позицию вызвать. Американский фондовый рынок я продолжаю покупать. 3.888 пунктов. Ставка и цели выше 3.950. Доллар-рубль 76.27. Сегодня начинается заседание Евросовета, на котором будут подняты вопросы о новых экономических санкциях против российской экономики. Поэтому допускают, что давление на рубль усилится, друзья. И в ближайшую неделю-две мы точно увидим котировки поближе к 80. Собственно, об этом я говорил ранее. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!